Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как реагировать на расхождение кумулятивной дельты и дельты по количеству сделок. Дело в том, что многие трейдеры берут количественную дельту и кумулятивную дельту и начинают гадать, крупняк это или мелкие игроки, кто заходит, где маркетмейкер и так далее. Но речь идет о большом количестве сделок. Это может быть совершено как многими участниками, так и маркетмейкером, который может останавливать движение с помощью большого количества потока ордеров. Да вплоть до того, что это может быть какой-то один крупный фонд, который тоже закупается на резком мощном проливе. То есть на рынке может быть все, что угодно. И трактовать однозначно какие-то ситуации бессмысленно. Наша задача реагировать. Реагировать на то, что происходит на рынке. И с помощью количественной дельты и кумулятивной дельты мы можем видеть дисбаланс. Мы можем видеть борьбу, после которой мы начинаем делать анализ и соответственно принимать торговые решения. Сейчас на примере евро я вам покажу, где происходит расхождение кумулятивной дельты и количественной дельты. И мы это отметим с вами на графике. Вот посмотрите. Последнее время очень много явных расхождений по евро. Вот ситуация. Предыдущий день ситуация. Сейчас давайте отметим те ситуации, которые явно показывают расхождение дельт. Вот мы отметили на графике все подобные сценарии. Хочу обратить ваше внимание, что многие смотрят на пиковые расхождения не совсем верно. Нужно смотреть именно, когда идет рост кумулятивное, либо падение количественное, или наоборот. То есть здесь уже, когда они синхронно идут вниз, это мы уже не оцениваем как дивергенция. Дивергенция это максимальное расхождение, либо же когда одна дельта идет вверх, другая вниз. Либо же одна стоит на месте, другая идет вниз. То есть если они уже идут синхронно вниз, это уже нельзя назвать расхождением. То есть должно быть явно сильное движение по одной из дельт. Давайте загрузим на график HFT. Пока загружается HFT, хочу сказать, что открытый интерес тоже играет важную роль. Когда идет борьба между покупателями и продавцами, и это сопровождается сильным ростом открытого интереса, это более существенное топливо для дальнейших движений на рынке. Если же происходит также сильное падение открытого интереса, то соответственно обе стороны участников выходят из сделок. И здесь уже, скажем так, может зарождаться какое-то новое движение, нужно смотреть уже по ситуации. Но топливо, энергии для этого движения цена будет еще искать. Вот загрузились HFT-объемы. Сейчас мы посмотрим, как отрабатываются HFT-объемы после расхождения дельт. Вот, смотрите, расхождение, HFT-объем, коррекция. Далее. Здесь расхождение, также HFT-объем, который останавливает цену. Это очень важно. То есть HFT-объемы могут проходить на рынке постоянно. Но вам нужен объем, который останавливает цену, и цена начинает двигаться в противоположном направлении. Второй нюанс, это то, что HFT-объем, он обязательно должен быть после какого-то амплитудного колебания. То есть не просто в боковике или в запиле каком-то, а должно быть амплитудное колебание. Тогда его можно рассматривать как точку входа. Далее. То же расхождение, HFT-объем, то есть небольшой откат совсем. Расхождение, цена пошла после этого в диапазон. И дальше снижение. Расхождение. Амплитудное колебание, действительно HFT-объем. Но тренд продолжился. То есть здесь, если заходить, конечно же, был бы стоп-лосс. Так, смотрим далее. Где более сильные расхождения у нас. Вот здесь есть расхождение. HFT-объем. Цена не остановилась, пошла еще выше. Вот HFT-объем. Немножко коррекции, но после этого произошел вынос. Конечно же, такое будет происходить очень часто, потому что рынок, в принципе, не создан для того, чтобы вы зарабатывали деньги. И если стратегия работает, может, там несколько отработалось точек входа, то с большой вероятностью уже следующее будет вынос. То есть нужно это учитывать, смотреть и перезаходить в позиции, которые один перезаход, как я уже раньше говорил, он абсолютно приемлем и он необходим для того, чтобы не упускать те движения, которые происходят после выноса стоп-лоссов. Так, далее. Расхождение. Ну вот, HFT-объем в запиле, да, то есть это не после какого-то выброса, он идет в боковике, но тем не менее, какая-то минимальная коррекция после него произошла. Снова же, расхождение HFT-объемы, в принципе, достаточно коррекционные, особенно после второго, то есть пошло сильное движение. Вот, расхождение, тут нету, нету остановки. То есть, смотрите, вот отличается очень сильно, когда вот остановка и коррекция, остановка, коррекция. И когда HFT-объем, в принципе, совсем не нужно рассматривать как точку входа. Когда происходят зеленые HFT на минимумах, то это не является для нас сигналом на вход. В основном. Так, смотрим, да, тоже расхождение. Отличный HFT-объем, коррекция после амплитудного выброса. И очень хорошее движение. То есть, такие движения, они, конечно же, перекрывают стоп-лоссы, которые вы, возможно, насобираете в каких-то запилах или в трендовых ситуациях. Так, далее, тоже расхождение. Здесь запил, здесь, да, был выброс и более существенный HFT-объем, после которого коррекция. То есть, как видите, точки входа, они отличаются от тех ситуаций, где, в принципе, не стоит заходить в рынок. Дальше. Смотрим. Расхождение. Так, переход на следующий контракт. Здесь уже тоже расхождение. Ну, вот такие HFT-объемы, да, они не являются точками входа. Здесь просто также уровни очень сильные, да, декабрь 16-го, июнь 19-го. То есть, может быть такое, что после расхождения цена идет к уровню и сильному уровню. И это тоже может быть хорошей точкой входа. Не обязательно только HFT-объемы. То есть, это могут быть проверка ликвидности, просто без объема цена идет вниз к какому-то уровню и начинает возвращаться. Соответственно, это тоже хорошая точка входа. Главное, что мы видим борьбу и после этой борьбы уже ищем какой-то вынос, либо проверка ликвидности. Так, далее, расхождение, HFT-объем. Вот уже была подобная ситуация, видите, как она хорошо отрабатывается. В продолжение тренда. Вот, здесь более сильный выброс уже идет. И коррекция, HFT-коррекция тоже, да. Расхождение дельт, HFT-коррекция. Вот здесь тоже, да, резкий, видите, резкий выброс, очень большие HFT-объемы. Соответственно, после чего уже идет продолжение тренда. Здесь тоже после расхождения, то есть, ну, больше в боковике, то есть, здесь более интересная точка входа по крупным HFT-объемам. Но, тем не менее, то есть, цена отскакивает и идет вниз. Вот, в принципе, и все, да. Да, мы рассмотрели много ситуаций. Вы видите, да, если заходить даже в каждую из них, можно, ну, по крайней мере, прибыль составит у вас больше, чем тот убыток, который вы можете получить. То есть, вам вот предоставлена фактически готовая торговая стратегия, по которой можно уже соотношение вероятности будет в вашу пользу. И хочу дать прогноз по евро. То есть, сейчас мы тоже, видите, находимся на этих сильных уровнях. Декабрь, 16-го, июнь, 19-го. Мы уже от них отбивались. Перед этим был расхождение очень сильное, кумулятивной количественной дельты. И я считаю, что сейчас будет коррекция по евро. И мы сможем прокатиться на росте. Тем более, здесь риски достаточно небольшие. И, наконец, трейдерская мудрость. Человеческая психология не меняется. Несмотря на то, что все вооружились компьютерами и суперсовременными торговыми системами, психология не меняется. Она является основой, в принципе, для всех движений на финансовых рынках. Все так же никто не хочет покупать дорого и продавать дешево. И это ключ. А как вы считаете, в чем ключ успеха в трейдинге? Напишите в комментариях. Мне очень интересно посмотреть ваше мнение. Желаю вам красивых и качественных сделок. До встречи в следующих видео. Пока!